Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онец, и это юбилейное видео на 1 миллион подписчиков. Как я уже говорил, я благодарен каждому из вас, ведь если бы не вы, то не было бы и меня. Это видео будет необычное, как я делал раньше. В этом видео я нарисую свою жизнь. Надеюсь, ведь кому-то это будет интересно. Родился я 4 августа 2000 года в семье мамы и папы, который ушёл из семьи, когда мне было 4. Также стоит сказать, что наша семья была очень бедной, и маме после расставания пришлось ехать в Киев на работу, чтобы растить меня. А мне пришлось навсегда переехать к бабушке с дедушкой. Ведь мама приезжала через неделю, мне всё равно её не хватало. 6 лет я пошёл в школу, и всё было бы хорошо, если бы не мои одноклассники, которые меня обижали. И когда у них спросили, почему они меня обижают, они ответили, потому что у него нету отца. Каждый день меня убили. Это было ужасно. Учился я плохо с самого начала. Как бы сильно меня не пытались учить дня, бессмысленно. Пока я сам не захочу, я это даже читать не буду. Чтобы я смог давать отпор, когда меня обижают, бабушка записала меня на секцию дзюдо. На тренировках меня ставили бороться с щелом, которого было 100 килограмм. Меня-то от силы было 50. Я не то, что его бросить, я даже его спихнуть с места не мог. Один раз этот парень, бросая меня через себя, упал мне на голову. И у меня был струс мозга. У меня три раза был струс мозга. Это, скорее всего, объясняет то, почему я стал блокером. Из-за того, что я все-таки смог бросать через себя 100 килограммового чела, то на соревнованиях челу по 50-60 килограмм я бросаю, не чувствуя ничего. Они были как пух для меня. Я спокойно выигрывал соревнования. Также с помощью таких тренировок во мне я спитался дух никогда не сдаваться. И дальше вы узнаете, почему. В школьные года я очень много играл в игру Вормикс. Возможно, что именно из-за нее я плохо и учился. Но именно из-за этой игры я познакомился с Ютубом. Я смотрел, как играют другие игроки и снимают про это видео. Мне тоже захотелось попробовать снять свое видео про Вормикс. Но никто из родителей об этом не должен был знать. Каждое утро бабушка ездила в город на рынок продавать молоко. А дедушка ее провожал до автобуса. За это время, пока их нету дома, я должен был успеть снять видео. Перед монитором я выстроил горку книг, а сверху поставил мамин фотоаппарат. И просто под музыку снимал, как я играю. После чего зачем-то я это выиграл в интернет. Никто, кроме моих друзей, этого не видел. Да и слава богу. Если что, мне тогда было 11, и я ходил в 6 класс. Я пол своей жизни уже снимаю видео. И вся моя история жизни будет связана с этим. Чуть позже я уже научился снимать и скачал программы для записи экрана. Я записывал игру даже со своей звучкой. Мне почему-то казалось, что чем больше я буду материться, тем будет интересней. Это видео все еще есть в ютубе. Надеюсь, его никто никогда не увидит. Один раз мой дедушка меня все-таки спалил. И подумал, что у меня шиза. Сижу перед компом, разговариваю сам с собой, да еще и матерюсь как сапожник. В один момент мне все это надоело. Я перестал играть в игру, перестал снимать видео, перестал ходить на дзюдо. После чего вся моя жизнь была полностью скучной. Моя бабушка не пускала меня гуляться с веростниками, ведь боялась, что со мной что-то случится. Из-за этого сейчас я чувствую себя некомфортно в людных местах. Все свободное время я сидел дома до девятого класса. Девятый класс, к нам на практику пришла новая учительница. Она была старше за меня на 6 лет. Но несмотря на разницу в возрасте, она мне очень понравилась. И так получилось, что мы даже начали встречаться. Мои одноклассники мне завидовали. А один одноклассник также был у нее влюблен. И даже пытался тоже с ней встречаться. Но все было бессмысленно. И мне казалось, что целью в жизни было отомстить мне. За то, что я могу с ней быть, а он с ней нет. С этого момента бабушка пускала меня гулять. Точнее на свидание с моей новой девушкой. Когда ее практика закончилась, ей надо было ехать назад в город свой универ. И мы договорились снять видео со своей жизни. Потому что очень скучали друг за другом. Я снял видео про свой обычный день и загрузил его на свой канал. Это видео мы снимали с друзьями. И нам так это понравилось, что мы решили продолжить снимать. Следующее видео уже было про турники. К слову, девушка так и не скинула видео. Да и вообще мы расстались. Проблема все же была в возрасте и моей неопытности в отношениях. Я же в свою очередь продолжил снимать видео. Но потом забросил эту идею и забыл пароль от канала. Где было аж целых 300 подписчиков на минуточку, не накрученных. Но через месяц я решился снова снимать видео. Создал уже этот канал и перепробовал все форматы, которые только существуют. Влоги, летсплайи, распаковка киндеров, короткометражки, разоблачения. Я никому не был интересен. Но все же одно видео у меня набрало просмотры. Видео было о том, как я типа нашел фиксика. Оно набрало за пару недель 50 тысяч просмотров. Это было огромное количество на то время для меня. В это время я познакомился с Настей. Мы начали много времени проводить вместе и даже начали встречаться. На тот момент я заканчивал 10 класс. И почему-то именно после 10 класса мне захотелось бросить школу и пойти учиться уже на профессию. Я поступил в ПТУ. И проучившись там 2 дня, ровно 3 сентября я бросил его и вернулся назад в школу. Я понимал, что это не то, чем я хочу заниматься всю жизнь. В 11 классе я продолжил снимать видео про фиксиков. И за год набралось 3000 подписчиков. Но в этот момент я закончил школу. А с YouTube не зарабатывал ничего. И встал вопрос, идти учиться или же идти на работу. Потому что сидеть дома на шее родителей я не могу. Если бы я пошел работать, я бы не смог продолжать делать видео. А чтобы мне пойти учиться, надо было много денег. Но как я говорил ранее, мы были бедной семьей. Но в этот момент мне просто безумно везет. Я вспоминаю про то, что когда-то видел видео про потерянные эпизоды. И этот формат стал моей золотой жилой. Видео про эти эпизоды набирали достаточно просмотров, чтобы я смог зарабатывать минимальные деньги. И нужда идти на работу уже пропала. До одного момента. YouTube вводит жесткие правила и мои видео перестали приносить доход. Я просто ничего не зарабатывал. Мне очень повезло с моей семьей. Ведь в этот момент они меня поддержали. Я не пошел на работу. Я продолжил снимать видео. Пробовал разные форматы, которые все так же никого не интересовали. Все это время Настя говорила мне, что надо снимать страшные видео в жизни. Я же считал, что эти видео никогда не наберут популярность и просмотры. Ха. Ну да. В этот период моя мама вышла замуж за моего отчима. И мы переехали в другой дом. Тот дом, который вы все видели. Я все равно остался грузчиком. Целый год я снимал, пытался, менял форматы. Но в этом не было смысла. Никто меня не смотрит. И снова мне повезло. Я узнаю про формат никогда не скачивай. Я делаю эти видео, и они набирают много просмотров. Я снова могу зарабатывать. В этот раз я уже не допускал ошибок, как в прошлый раз. И снимал разные видео. Момо, адские устройства, посылки с Даркнета, переписки с дьяволом, ютуб-кнопка мертвеца. Все шло хорошо до одного момента. Зима 2019-го. У меня начался творческий кризис. Я просто не знал, что снимать. И это самое обидное. Я хочу снимать. Я полон сил, но не знаю, что. В этот момент мне помогли другие блогеры. Благодаря им я смог вылезти с этой ямы, а не кероску чуть позже. И если бы не они, я бы не мог не делать ничего. Скажу сразу, это не русскоязычные блогеры. Я все лето снимал видео, и осенью смог всех отродителей и перейти к самостоятельной жизни. 19 лет. Сейчас видео снова выходят редко все из-за того же самого творческого кризиса. И скорее всего перегорания. Ютуб никогда не был для меня работой. Я всегда мечтал, чтобы меня смотрели. Деньги для меня не главный приоритет, как многие говорят. Я 4 года снимал впустую. Даже год у меня не была подключена монетизация к каналу. Я все равно снимал, пытался. Я верил, что у меня все получится. Вот так в моем мозгу и сработали те самые тренировки по дзюдо. Что никогда не надо сдаваться, и будет результат. Также хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживает эти годы. Моя мама, моя бабушка, мой дедушка, мой отчим. И отдельное спасибо моему дяде Диме за то, что выручает меня в любой момент. А также огромное спасибо Насте, и я на все это время со мной. Окей, банда. Также сегодня я хочу ответить на несколько ваших вопросов. Часто задаваемых вопросов. Почему я так странно себя веду в своих видео? Окей, я объясню. Сегодня, чтобы стать известным в интернете, вам нужно вести себя как-то неподобающее обществу. У меня же это быстрое разговаривание. Повторяю не от них те самих слов. К примеру, как Супримбанда. Это жесть, о господи. Если вы посмотрите мое видео, то вы уже меня вряд ли забудете. И это правда работает. Ведь многие другие блогеры делают про меня видео. От популярных и менее популярных. И знаете, банда, некоторые из этих видео прям реально ужасные. Нет, я не про видео Жени Балозерова. У него отличное видео. Я про менее популярных блогеров. Только представьте, сидит 30-летний мужик и рассказывает про то, что я обижаю Настю. Про то, что я чуть ли не удержу трудной в плену. И то, что я заставляю сниматься в видео. Чел, она зарабатывает больше, чем ты, успокойся. Из этих же видео разоблачителей вылазит другой вопрос. Почему именно такой формат? Как я уже говорил ранее, я пытался снимать все форматы. Я припрыгивал все форматы от реакций до короткометражек. И ни один из них нормально не зашел. Но когда я только снял первую страшилку, она сразу же залетела. Да, именно поэтому я снимаю такие видео. И многие говорят, почему бы ему не перестать делать страшилки, а начать снимать обычные видео лайфстайл. Поверь, дружище, если бы не заходил лайфстайл, я бы уже давно его снимал. И также еще один вопрос. Почему Настя мало говорит в видео или же вообще молчит? Настя очень сильно стесняется камеру. Тем более, что она в жизни не разговаривает на русском, она говорит на украинском. И для нее, как бы, ее акцент немного тревожит. Именно поэтому она мало разговаривает на камеру. Но если надо, она же говорит. Думаю, что с этим мы уже разобрались. Надеюсь, вы все поняли. И по традиции, вот комменты из прошлого видео. Просто принесли какие-нибудь шикарные, идеальнейшие комментарии. Бро, если вдруг ты хочешь последующие видео, всего лишь, что тебе нужно, это пуститься ниже. Нажал лайк, колокольчик и все в протяженном видео. Лайк, колокольчик, комментарий на видео, бандит. И, бро, вступай в мою супрем-банду, чтобы вызвать с ней пати на ютубе. А также, бро, помни одно, оставайся с такими шикарными. Пока!